Владимир, день добрый. Да, Андрей, давно не виделись, как-то выпали из горизонта. Нет, ты у меня в горизонте постоянно, на горизонте. Я все время отслеживаю тебя туда-сюда. Говорят, ты к другим топовым блогерам решил, так сказать, это самое. Но я тебя вовремя схватил, и поэтому ты сам остался в моем круге. Да, там не сложилось сотрудничество. Ну, Андрей, как говорится, мы старые солдаты и не знаем слов любви. А скажи, ты вообще где находишься? Я сейчас на Филиппинах. Очень интересно здесь развиваются события. Периодически вот нашествия есть, значит, в Гонконге конференция скоро будет по крипто. И в Дубае. Но в Дубае там вообще каждые там пару месяцев идет мега-гала по крипто. То есть я не могу сказать, что я полностью стал таким вот крипто-хомяком. Но в данный момент я вижу, что очень после одобрения ETF, то есть я думаю так, что вот именно вводораздел наступил, когда комиссия по ценным бумагам одобрила эту девятку, новорожденную, как ее называют. Потому что не факт, что называется. Были скептики. И теперь дорога открыта к очень многим монетам. И на них будут делать биржевые фонды, ETF. С эфиром они взяли паузу. Но они понимают, что если они еще эфир сейчас одобрят, то дальше все. Будет лавина. Дальше начинается Ripple. Ripple уже тоже, между прочим, этот Геленскаузен подал заявку о том, что они на очереди после эфира. То есть там будет уже лавина. Я не знаю, что будет делать FED, но если это пойдет так, то мы должны понимать, что крипто становится частью большого рынка. Вот в пику всем скептикам. Раньше это были разделенные рынки. Ну хорошо там, да, там как-то так. А сейчас это эти рынки соединились. И теперь дороги назад, я абсолютно в этом уверен, уже нет. Понятно. Зашел сегодня на Coinbase, по-моему, смотрел, пишут, что эфир может два раза обогнать биткоин по росту. Ну, может быть. У биткоина есть интересное событие 24 апреля. Халвинг. Каждые четыре года оно происходит снижение вознаграждения в бою майнеров, что позволяет биткоину продолжать расти. У эфира сейчас на пороге только вопросы тефами. Ну, последние данные именно были то, что все-таки кенслер решил еще взять паузу. То есть в мае эфир, скорее всего, не будет одобрен для биржевых фондов. Поэтому вопрос сразу о горизонте. Я думаю, что вот по законам простой физики, грубо говоря, после халвинга биткоина будет рост, должен быть рост, чтобы там кто не говорил. Может вот так произойти, как и после одобрения ETF, было там что-то неделю ложное такое движение вниз. Вдруг потом выход мощный вверх. Я думаю, что в итоге именно параметры рынка таковы, что после одобрения ETF на эфир будут закупать ETF фонды. А это крупный американский пенсионный фонд, тот же BlackRock, хотя он сам не участвует в этом, но он будет наверняка иметь запросы от своих клиентов. То есть, по идее, это очень bullish сигнал на эфир. Поэтому я не вижу причин думать, что эфир будет корректироваться. Ну, может корректироваться, но на время, на какое-то очень непродолжительное. Я считаю, что это надо использовать для захода в эфир. Вот такие вот эпизоды. Но в целом, будет ли динамика эфира опережать динамику биткоина? Эфир, в принципе, он интересен тем, что он король дефи. То есть, все вот эти мелкие монетки, они, соответственно, выпускаются, как правило, на платформе ERC20. И, соответственно, это протокол эфира. Сейчас, правда, уже второй уровень идет, layer 2. Ну, это, по сути говоря, улучшение. И будет еще одно событие у эфира. Это fork, Denkan, который тоже обычно какое-то определенное дает улучшение. Но fork – это улучшение структуры эфира, его снижение стоимости за газ, быстродействие. Я думаю, что это более такой скоротечный фактор. Ну, сделали и сделали. Ну, молодцы. А вот одобрение биржевых фондов – это, конечно, приток. Поэтому, ну, я не думаю, что приток будет более мощным, чем был приток на биткоин. Поэтому я не склонен считать, что из двух вот этих монет, что эфир будет лучше выглядеть, чем биткоин. Я бы, пожалуй, все-таки, учитывая сумму вот этих факторов, остался бы в биткоине, пожалуй. И ждал взлета альткоинов, вот именно, чтобы действительно были вот эти иксы пресловутые, которые были в 2021 году. И уже когда иксы в альткоинах реальных начнутся, вот тогда можно будет смотреть, чтобы большую часть там криптопортфеля вкладывать в эфир. Я вот так думаю. Понятно. Ты в курсе кто такие? Социалистки, Клара Цеткина, 8 марта, что такое? Да, но здесь его не празднуют, к счастью или к сожалению. Честно говоря, вот я сейчас думаю, вот это такой вот церемониал каждый раз. И вроде женщины должны что-то спеть и как-то испечь что-то. И мужчины вроде должны вот эти вот цветы где-то, вот это корнями из Советского Союза. Может он и неплохой праздник, но просто вот я имею в виду, что это некая условность такая. И женщины должны изобразить радость, что они безумно рады. Ну хорошо, а День Матери это не условность? Ну День Матери это что-то более интимное, поэтому здесь, на мой взгляд, это более такое личное. А вот день, чтобы всех женщин поздравить. Вот так вот, знаешь, утром сидишь и думаешь, так, это я отправил, это я отправил. Там вот это вот коллега, это там значит где-то пересекались, это журналистка, это там то, это сё, это рекрутер бывший и хороший. И вот так думаешь, никого ли я не забыл. Столько времени на это уходит. Ну им приятно, и мне приятно, да, когда меня там поздравляют с Днем Рождения. Ну я честно скажу, Андрей, вот у меня был День Рождения, там половина из тех людей, которых я ждал, что меня поздравят, они меня не поздравили. Я не в обиде, честно говоря. С нашей жизнью суетной. Ну забыл, ну боже мой, ну как бы эта условность, ну он помнит, я помню о нём. Я, честно, я больше к этому отношусь, как к условности. Владимир, когда ты станешь министром экономики России, тебя поздравят, не волнуйся. Ну я никогда не стану, я даже не хочу, честно говоря. А скажи, ну ты понимаешь, о чём я говорю. И на это надо смотреть философски, так сказать. Это волны. Потребуется от тебя что-то, станешь как бы руководителем большой компании, и сразу тебя будут начать поздравлять. Это волны. Вот я поэтому и не люблю, потому что очень много фальши в этом, мне так кажется. Вот эта условность, то есть принести на работу вот цветы, вот там и сюда. Они точно знают, что вот они 7 марта придут на работу, у каждой на столе будет букет цветов. И будет какая-то открыточка наверняка. Ты знаешь, я по-другому смотрю, я более романтично смотрю. Как это красиво, давай и стихи рассказать в ответ. Что-то такое вот, ну как бы, ну окей. Ну это от тебя зависит тоже, понимаешь. Как бы и очень красиво. Вот я сейчас шёл, у меня там техникум, студентки несут цветы, цельпаны. Очень красиво, романтично, всё нормально. Это красиво, но для молодёжи я считаю это вообще очень круто, как особенно, когда вот парни, да, молодые, для незамужних студентов несут цветы. В этом есть что-то романтическое. Но когда уже вот люди наработались, ждут пенсии, вот это 8 марта каждый раз. И нужно какие-то торты заказывать, с чаем сидеть, что-то выдавливать из себя. Ну не знаю, вот может я не прав. Может ты не прав. Надо как бы разделить вот это вот и личное. Вот лично тебе не обязательно поздравить всех подряд, понимаешь. Ты можешь поздравить только одну любимую девушку и всё. Всех подряд не надо. Примерно да, да, как-то. По поводу золота. Вот это вот воспрял, да? Вот золото довольно интересная ситуация. Почему? Потому что сейчас риторика пошла предвыборная. И как бы трамписты, они вовсю напоминают, что госдолг при Байдоне ушёл в параболику. 34 триллиона. Что уже одни только платежи ежемесячно. Ну ежегодные, ежемесячные. Нет, ежегодные платежи. Я не люблю быть неточным в этих вещах, таких хайповых. Уже сейчас превышают весь прирост госдолга США в 90-е годы. То есть тут одни только платежи по госдолгу превышают динамику прироста госдолга. Ну то есть как бы можно разные сценарии. То есть обычно оппоненты говорят, что да, ну доллар же резервная валюта, никуда он не денется. Это мухи и котлеты, на мой взгляд. То есть доллар, резервная валюта, конечно, никуда не денется. Конечно, это основное средство международных расчётов. Не об этом же говорят. Эти пытаются вот выйти из этой скользкой ситуации, подменой понять. Устойчивость доллара это одна история. Госдолг США это другая история. В данный момент. В какой-то момент они могут, конечно, пересечься. Но тот факт, что Федрезерв говорит, что мы не можем дальше тянуть монетарно вот эту всю ситуацию, если фискальная дисциплина на нуле. То есть огрызнулся Джером Паул, что за ним ранее не замечалось. Ну, по крайней мере, я стараюсь следить за всеми заседаниями по роду своей деятельности. Ну, не помню я, чтобы вот Паул огрызался так сильно. Ну, было что-то один раз во время ковида, по-моему. И то это было очень мягко. А сейчас было довольно жёстко. Призвал Конгресс к фискальной дисциплине. Мама не горюй. А вот так вот. Так вот, что же быть золотом, ты считаешь? Надо ли покупать его на откатах? Я думаю, да. И это одинаковая история золота и биткоина. Вот что я пока не знаю, и я сам бы готов был кого-то послушать. В какой пропорции будет безопасная гавань распределяться между золотом и биткоином? Ясно, что золото и биткоин – это короли безопасных гаваней. Но в какой пропорции, я, честно, пока не готов сказать. Многие считают, там есть Киосаки, да, Роберт, но он тоже такой специфический, да, у нас товарищ. Постоянно пампает биткоин, там, ну, что-то такое. В общем, я не думаю, что он вообще инвестирует сам. У него только, может быть, биткоины есть. Ну, неважно. Моё отношение к нему довольно скептическое, хотя он везде вообще у всех на устах в англоязычном интернете. Везде-везде, да. Как раньше был этот Доктор Дум, вот, значит, ну, теперь, значит, везде Киосаки. Киосаки считают, что биткоин победит золото, и в итоге люди почувствуют, что это удобный актив, что его не нужно никуда транспортировать, не нужно охрану никакую организовывать для того, чтобы обеспечить безопасность. В этом смысле это правда. У меня давно вызывали сомнения, вот, биржевые фонды золота. Мы как-то полемику имели, что, если говорить о крупной большой тройке, типа GLD, да, и IU, и так далее, то там, ну, скорее всего, по идее, обеспечение должно быть в виде слитков, да. Но вот мелкие различные фонды золота, как бы не вышло так, что аудит выяснит, что обеспечения-то, в общем, никакого нет. Может, какое-нибудь алгоритмическое, по типу, как это было у одного шиткоина, терра-луна. Вот это меня заботит. В том плане, что, когда мы покупаем некие металлические счета, тоже, ну, у Сбербанка есть, конечно, золото в резервах, но, опять же, насколько, где этот, где контракт обеспечительный? У меня есть приложение, я могу сейчас перевести деньги, купить металлические счета. Но мне нужен контракт, что мне принадлежит какая-то определенная часть этих слитков, которые являются обеспечительным активом. Этого нету. Вот это меня немножко заботит. Потому что эта вещь, в отличие от биткоина, где, в общем-то, контракт, наверное, не обязателен, а золото, покупка физического золота, на мой взгляд, должна сопровождаться неким контрактом. Я этого не вижу, но это мое сугубо мнение. Ну, хорошо, ты считаешь, что золото будет расти, а дальше наши зрители сами решат, потому что сейчас много входов в золото, способов. Да, будет расти. Не знаю, правда, обгонит ли оно по динамике биткоин. Я думаю, по-прежнему, все-таки, что биткоин будет более резво расти, чем золото. Хорошо. Филиппины. Прекрасное место. Ты сидишь за нашим фондом рынком? Ну, здесь были у меня вопросы. Я ходил на экскурсию в местную биржу Philippine Stock Exchange. Очень интересная экскурсия была. Но, как бы, современные биржи, к тому же, конечно, не та атмосфера, которая там была. Даже если на Нью-Йоркскую биржу прийти, вот эти все картиночки, которые в интернете, значит, с толпой в этих халатах специальных, с этими всеми жестикуляциями, это уже не так. Это боль моя. Я же был на московской бирже в музее закрытом. В закрытом музее. А, закрыт музей Москва. А, вот, я думал, ты имел в виду, что ты был на полу. На полу-то и я был тоже. Снял я видео, но меня его не утвердили. Все пошло в корзину. А помнишь тогда Мосбиржа, как называлась? Помнишь, российская товарно-сырьевая биржа? Помнишь? Наверняка помню. Я хотел тебя не об этом спросить. Я, честно говоря, не помню. Но я сейчас не об этом хотел спросить тебя. Ты смотришь на индекс московской биржи, на акции наши? Конечно. Вот. Несмотря на то, что я здесь, я работаю по-прежнему с людьми, с которыми я работаю давно. То есть ты сердцем с нами остался? Ну, слушай, я, как бы сказать, я уже состоявшийся, да, человек. Меня менять на повороте коней на переправе, наверное, поздновато уже. И я не в том смысле, что там вот эти вот все политические разговоры, они далеки от меня. Что кто-то раскаялся, кто-то там... У меня нет проблем работать с американцами. У меня есть определенные на данном этапе... У меня есть партнер, да, в Америке, Эрик. Мы о нем говорили. То есть у меня нет проблем работать с американцами. У меня есть некие моральные препятствия для того, чтобы войти на этот рынок, потому что он достаточно сложный. И как ты знаешь, у меня есть лицензии, которые я получил в свое время в Нью-Йорке. Я их могу как бы теоретически, если я сейчас зайду под чью-то официальную крышу, обновить. Ну, может быть, для этого мне придется поехать в посольство и легализовать их еще раз. Это все решаемые вопросы. Но я всегда немножко ленивый стал с возрастом. Я каждый раз задумываю о себе, если я сейчас начну всю эту тюрьму, а стоит ли овчинка выделки? Я пока не вижу. Вот рынок очень стал при Байдене нервным, изменчивым. А вот то, что мы называем фундаментальный анализ с большой натяжкой, работает. Такие хайповые истории, как NVIDIA, могут взлететь до небес и упасть потом. Вот примерно то же самое мы видели с акциями Tesla года 3-4 назад. Которые тоже как бы... То есть каждый раз ищут какого-то лидера в желтой майке, находят его, начинают вздебать до небес. Можно только представить себе, вчера было, позавчера, выступление Пауэлла перед Конгрессом. И он, скажем, перестраховался, сказал, что что-то вы так рассчитываете, что я что-то буду делать, что я буду в этом году непременно резать ставки. А вдруг я не буду? То есть вот такие вот моменты. И как бы вот этот... Меня вот этот момент заботит, потому что тут же не первый раз такое, когда рынок почему-то считает, что Федрезерв все сделает, как он хочет. И каждый раз, ну почти всегда, рынок ошибается. И когда позднее прозрение наступает, происходит коррекция. А глубины до коррекции просчитать заранее невозможно. Понятно. Потому что это вещь эмоциональная. И вот у меня вопрос сразу. Вот эти акции NVIDIA, которые все сейчас берут, у кого есть доступ к американским инструментам, лопатой гребут, как в свое время гребли лопатой Теслу, вот не получится ли так, что те, кто зазевался и не успел их вовремя продать, и не следит за риторикой ФРС, они потеря... Убытки большие потерпят, я так думаю. Это очень такие вещи. И именно эта характеристика рынка сейчас, он был другим. Вот, Андрей, он был другим в 99-м и... Я охотно верю, пришли какие-то Рубин Гуды, все изменилось. Да. Ну и да, и увеличили налоги на прибыль заработанную, capital gain это называется, доход с роста капитала. Это свойство байденской администрации, которая, как известно, отличается большими налогами на богатство. Соответственно, с рынка пропылесосили большие деньги, которые раньше там сидели. Они теперь пошли на проекты различные там, да, и в итоге, ну, государственные проекты, я имею в виду, ну, через налоги. В результате рынок осушается. И чем мельче рынок, тем более, естественно, он волатилен и более он спекулятивен. Это очевидная взаимосвязь. И рынок в Штатах, к сожалению, последние 4 года стал настолько спекулятивным, то есть он изображает какие-то тренды, затем всех обманывает, разворачивается, но силы расти долгих нету, затем снова корректируется, и никто никогда не знает. Раньше всегда, ну, выйдет плохая отчетность квартальная, рынок будет корректироваться. То есть все перед отчетностью все продали на отчетности, на неважных отчетах, будем так говорить, потому что они действительно были неважные. Вдруг начинается рост рынка. Да, вот, ну, это я сейчас говорю о текущей ситуации. То есть люди ушли в кэш, предвидя, что отчеты будут неважными. На неважных отчетах индексы американские пошли вверх. Люди, как бы, ну, не то что все, но некоторые спохватились, вернулись в рынок, начали пампать ту же самую Nvidia и прочее. И он в этот момент разворачивается вниз. То есть я говорю о том, что тут трудно представить себе, что это случайно. Ну, такое вот совпадение, ну, малый, ну, рынки волатильны, как говорят многие. Ну, что вы хотите, рынок есть рынок. Ну, это выглядит как заказуха, на мой взгляд. То есть это выглядит именно как капканы, расставленные по всему лесу. И вот выходите, вы нашли этот капкан один, а попали совсем другой. И это постоянно идет в течение четырех лет. То есть я теряю интерес к этому рынку. Я поклонник фундаментального анализа. А у меня как-то, Владимир, все спокойненько. Я вот там просыпаюсь, включу, ехаю финанс, там все объяснят. Ну, ты же знаешь, Андрей, что журналисты объясняют постфактум. Да, но мне зато спокойной душе нет такого раздрайка, как у тебя. И всегда найдут объяснение невероятным вещам. Они всегда найдут объяснение. Да, зато у меня нет такого раздрайка в душе. Все становится легко и понятно. О, рынок упал, потому что все нормально. А вот по нашему рынку ты смотришь, нет? Да, я сейчас в основном как раз-таки на российском рынке работаю. Хотя я говорю еще раз, я здесь, но меня держат крепкие связи с моими клиентами, с людьми, с которыми я раньше работал. Были трудности, много людей ушло в первой половине 22-го года из-за известных событий. Но часть людей переориентировалась, как говорят, переобулась, ушла в российские бумаги. Хотя, конечно, я считаю, что мы себя очень обделяем тем, что... Не мы себя обделяем, но у нас должно быть больше рынков. Во-первых, должен быть закон о легализации крипто. Если уж у нас нет доступа полноценного к зарубежным биржам, там, где основной объем, там, где капитализация высокая, ну, хотя бы дайте тогда людям возможность поторговать на высококапитализированной капитализации. Ну, ты знаешь, что этого не будет в ближайшее время. Ну, вот я не знаю. Аксаков, господин, который постоянно... Он улыбается хорошо. Улыбка у него хорошая. Да. Постоянно одна и та же песня получается, что мы пока не готовы этот закон принять, но не мы виноваты, а виноват ЦБ и Минфин, которые между собой не могут договориться по основным пунктам легализации крипто. А раз они не могут договориться, значит, как бы мы не можем никуда двигаться. При этом уже начинаются законы о использовании цифровых активов, то бишь крипто, для расчета внешнеэкономической деятельности. Есть законы, начинаются уже о продаже биткоина, как сырьевого товара, который был добыт российскими майнерами. Есть законы, то есть куча подзаконных актов, которые серьезно, на полном серьезе уже принимают при отсутствии рамочного законодательства. Это довольно ситуация нетривиальная, на мой взгляд. Понятно. Так вот я хотел спросить про наш фондовый рынок. Какой у тебя взгляд не на крипто, а на фондовый рынок? Я, честно говоря, погрустнел вместе с рынком. У меня есть претензии к компаниям, дисциплине раскрытия информации обязательной. Для этого я, кстати, недавно на своем канале ролик записал. Ты обычно даешь ссылку, кому будет интересно. Просто он довольно длинный. Мы сейчас не можем это в рамках короткого интервью, потому что там примерно на полчаса. Но это не полчаса ни о чем. Это полчаса с цитированием законодательства российского, конкретным названием пунктов, которые предписывают компании, в какой ситуации, какой тип отчетности, какие конкретно пункты входят в понятие обязательного раскрытия и так далее. Я не поленился, просто поднял всю эту информацию, потому что по некоторым компаниям просто устал ждать, когда, особенно если это второй шелон, без всякого объяснения, на сайте информации с середины 2023 года. И опять, хорошо, тогда такой вариант. Либо крестик, либо трусы. Если мы допускаем опцию для публичных компаний делать на их усмотрение, значит, тогда какой вопрос по поводу всех инициатив ЦБ по тому, чтобы рекламировать создание частных инвестиционных портфелей, инвестиционный индивидуальный счет, какая там уже версия, вторая или третья, я не знаю. Серьезная работа ведется для того, чтобы мотивировать людей создавать частную пенсию себе. И это нормально, это очень похвально. Но как люди могут создавать частную пенсию, они чтобы должны теперь, раз у нас ситуация такая, что компаниям дали возможность на их усмотрение эту информацию раскрывать обязательно. Значит, получается, что люди должны котов в мешке брать по тем компаниям, которые не отчитываются. Некоторые отчитываются, и мы видим, что там Сбер отчитался шикарно, а некоторые там, мы не раскрываем информацию о добыче нефти. Окей, но почему компании тогда не публикуют свои результаты? Потому что, видимо, эти результаты ведут косвенные оценки добычи нефти. Что делать тогда с ними? Как мне оценивать эти компании? Как мне оценить их результаты? Переоценены? Сокращать не ли? Я управляющий портфелями, я хочу знать, как мне переоцировать компании, какие доли сокращать, какие, наоборот, наращивать. Для этого мне нужна информация. И это не мое личное пожелание, это обязан, это закон раскрытия информации. Поэтому я, честно говоря, по рынку нашему, в целом смотрю, включая недавнюю историю с отзывом, я скажу, как я думаю, у меня нет смысла там приукрашивать, что-то обрезать углы. Значит, наверняка у Киева были проблемы с Банком России. Наверняка были какие-то транзакции, которые уходили из-под их контроля. Значит, может быть, им нужно было более проворно действовать, чтобы эти транзакции отслеживать, создать. Но это требуется на найма людей. Сейчас такое время, что не каждая организация может себе позволить специально нанимать людей, которые делают стратегические решения на основе IT. То есть это дорогие специалисты. Хорошо, но они виноваты. Но надо понимать вопрос, что если Банк России отзывает лицензию у банка Рога и Копыта, частного банка, где сидит Владимир Семенович, который, собственно, сам всем и рулит, остальные перед ним как бы скачет на задних лапках. И у него отобрали лицензию. По моему мнению, это одна история. И другая совершенно история, когда отзывают лицензию у субординированной организации, публичной компании, которая находится на фазе редмицеляции, то есть конвертации расписок в российские акции. И является по совместительству одним из наиболее популярных эмитентов в тех самых инвестиционных портфелях ИС-1 и ИС-2, которые ЦБ так шикарно и хорошо продвигает. То есть вот этот момент мне не совсем понятен. Если у ЦБ были вопросы, как написано было в сопроводительных комментариях вот к тому памятному событию на позапрошлой неделе, если бы, как было написано, что продолжительное время у ЦБ были вопросы, ну, значит, почему тогда акционеры, почему миноритарии не знали о существовании этого конфликта? Почему не знали? Это же не первая претензия к Киеве. Не первая. У них какое-то время назад, они потеряли, при сходных обстоятельствах, они потеряли Рокетбанк. Затем приобрели новый банк. Ну, это отдельность. Я говорю о том, что, когда публичные компании, по идее, миноритарии, должны созывать в неочередное собрание, ставить на повестку дня проблемы, которые есть там и так далее. То есть этого не было. То есть, может быть, кто-то и знал, но видишь, ты знал, я не знал. Ну, послушай, я согласен с тобой. Ну, вот, как ты смотришь, ну, хорошо, это один кейс, да? Мы с Сашей развиваем сейчас, развиваем тему законопозлушания финансового. Надо просто верить, верить в ЦБ. А вот что же вообще по рынку ты думаешь? Это глобально поинутся? Ну, я поэтому говорю, что в целом рынок-то хороший. В том смысле, что у компаний, я вижу, что идет существенный прирост, потому что фундаментально-то я верю в российскую экономику. Держать можно акции российские? Стой, ну, я скажу. Я просто, это очень важная мысль, я хочу, вот, боюсь ее потерять. Что фундаментально, это очень интересный рынок, которому расти бы и расти. В том смысле, что действительно, за последние пару лет произошло замещение тех ниш, которые раньше занимали иностранные компании. И действительно происходит замещение. Это не фикция. Заходят на шинный рынок российские производители шин, заходят на рынок энергетического машиностроения, обратно тот же самый энергомаш, который практически весь лежал под Симмонс, под Бош. И тогда это интересные процессы. Я не говорю там, полипозитивные, негативные, но они позитивные для этих компаний публичных, акции которых торгуются на рынке. То есть, рынку бы расти и расти, и сейчас. Но, вот, это ухудшение ситуации с транспарентностью, с раскрытием информации. Вот эти, началась компания снова, отзывы, лицензии, никто не знает, кто следующий. Ну, наверное, у Сбербанка лицензию не отзабут, по известным причинам. Но вот этот момент, то, что к публичным компаниям регуляторы относятся, точно так же, как в частном, как будто бы это все вот, ну, то есть, это вотчина. Это неправильное отношение, в том плане, что это же не частное, не частное собственное. Да, у регулятора, конечно, может, ну, если он нарушил закон, нарушил предписание, у регулятора есть право, но не отозвать лицензию, а если я смотрю, например, как эти происходят аналогичные вещи в других странах, не обязательно, не дружественных, в Индии, например, которые я сейчас с большим интересом изучаю, как перспективную англоязычную страну, там тоже такого нет, чтобы регулятор просто взял, отозвал там, и утром сообщили, все, и дальше уже, даже никто никого не слушает, никакой полемики, становитесь в очередь на выплаты, все, ничего не обсуждается, ну, то есть, это, наверное, какой-то переп... Я критикую ЦБ, да, я критикую ЦБ, я говорю о том, что, безусловно, нарушители должны караться, но караться не безапелляционно, за них должно... Владимир, ты мне поменишь. Процесс, процесс это приостановка деятельности, а дальше идет апелляция, апелляция ответчика, приостановка не отзыв лицензии, а приостановка, это касаться должно, в первую очередь, публичных компаний, в какой бы индустрии они ни работали. Володь, ты совершенно прав, то не так, и это не так, и если бы все так, то рынок был бы на других уровнях, выше намного... Я именно это, я к этому и подвожу, Андрей, что если бы не вот эти вот досадные проявления, которые мы сейчас видим, резкое снижение транспарентности, определенные там законодательные нюансы, которые в связи с этим возникли, я вижу, я в своем канале, увидишь, если зайдешь в него, создал опрос, в Телеграме очень удобно создать опросы, Как вы считаете, почему все это происходит? И большинство, около 40% по-моему, ответили, потому что там было 8 вопросов, 8 вариантов ответа, прошу прощения, поэтому 40. Я стараюсь людям давать максимальную палитру возможности отвечать на вопросы, а не только там да или нет. Так вот, 40% сказали, что есть моральная усталость от вот этой неравной борьбы миноритариев, обычных участников рынка и сил, которые этот рынок как бы изолируют от обычных инвесторов. Преднамеренно ли, случайно ли, это уже отдельно, я это не комментирую, но сам факт того, что это происходит, это очевидно для большинства, кто долго в этом рынке сидит. Это как раз и является тормозом, потому что если бы сейчас этого не было, мы бы сейчас видели совершенно другие, совершенно другую динамику, когда Сбер звездно отчитывается, и его бумага растет на 0.4% за день, ну согласись, ты видел годовой отчет Сбера, это звездный отчет, а бумага выросла на 0.4%, значит, что-то рынку не нравится, что-то не то, какие-то есть сомнения у рынка. Ты можешь это все суммировать? Стоит ли в наших акциях деньги держать? Либо учитывая все риски, не надо? Я за то, чтобы держать, потому что интересная история, это эпохальные изменения в российской экономике. Володь, у меня еще два вопроса к тебе. Я предлагаю всем держать руку на пульсе. Хорошо. По поводу дисциплины, этот рынок должен обязывать компании быть дисциплинированными. Вот только в таком ключе, если пойдет дальше, кто во что гораст, придется выходить. Согласен. Придется выходить. Володь, у меня мало времени осталось, 3 минутки. У тебя сзади интересная локация, у тебя театр что ли какой-то у тебя есть домашний? Нет, это мой домашний офис, у тебя тоже интересно. Нет, у тебя просто какой-то театр, там что, те самые, занавес раздвигается, куклы нет, кукловоды нет. Это ширма такая, я люблю спать в полной темноте, чтобы мне перелись в глаза. И самое важное, что мне очень интересно, это курс доллара на московской бирже. Говорят, что будет обвал, а другие говорят, что обвала не будет после выборов. Давайте же по всем хайповым темам пройдемся. Какая хайповая, это волнует? Ты в рублях? А ты не в рублях, извините меня, а я-то в рублях. Мне это волнует. Я знаю это по своим всем группам. У меня есть серьезная группа по вот именно тому, что... Остается 3 минуты. Твои мнения. Я понял. Я понял, 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 понял. Значит, в данный момент я не вижу тех дисбалансов, которые я видел год назад, которые привели именно к тому, что случилось с рублем. Основной момент был это отсутствие дисциплины в репатриации валютной выручки экспортерами. Соответственно, сейчас уже на уровне Госдумы им грозят. Если вы только попробуете, значит, тогда будут последствия. В принципе, это неплохой знак, потому что это дает возможность ЦБ постепенно накапливать ресурсы для регулирования курса рубля. И теоретически, если ЦБ захочет рубль удержать, у меня сейчас больше гораздо для этого возможности, чем было год назад. То есть есть база для того, чтобы рубль держать на этом уровне. Я так понимаю, что сейчас этот курс 89-92 он всех устраивает. Он не устраивает потребителей, потому что мы видели курс 36, а еще раньше 25 рублей за долг. И мы жили тогда, конечно, по-другому, чем сейчас. То есть потребители, наверное, не устраивает этот курс, но он устраивает. Есть некий консенсус между ЦБ и Минфином по поводу того, что этот курс обоих устраивает. Соответственно, они будут, скорее всего, этот курс держать, пока это будет возможно делать. Какие-то новые события, которые могут, скорее всего, политические, я так думаю, произойти, но я даже не знаю, что санкции уже все введены. Это не санкционные какие-то события. Они могут, конечно, еще вызвать какой-то шок в рубле. Но из тех, которые я вижу сейчас событий, вот если загибать пальцы, я пока не вижу такого события перед собой, которое бы могло шок в рубле вызвать. Рубль обваливается дискретно, он не постоянно слабевает, а если, ну, мы знаем об этом, он в какой-то момент обрушивается. Один из эпизодов был в 2014 году, когда, что случилось, ЦБ отвязал курс рубля от бивалютной картины. То есть, вот такие события какие-то, шоковые, они каждый раз вызывают моментальное обрушение рубля. Я пока такое событие не вижу. Владимир, большое спасибо. Напоминаю, что у Владимира есть канал, ссылочка в описании. А тебе спасибо большое. Мы поздравили девушек или не поздравили? Ты не поздравил еще? Слушай, ну, я опять же поздравил как язва. Я теперь поздравляю их по-настоящему. Вот, без вот этих всех, да, обязалов. Остается 10 секунд. Я поздравляю, потому что, действительно, это праздник весны, самое главное, это праздник надежды. Все, спасибо большое. Когда на улице появляется мимоза, значит, жизнь продолжается. Спасибо большое.